Меня зовут Лиза, мне 27 лет. Моя жизнь так или иначе связана с образованием, то есть я работаю в Skillbox, это онлайн-платформа со взрослыми, грубо говоря, профессиональное образование. Я работаю преподавателем в академии, преподаю социальную психологию для управления персоналом и еще репетиторствую у детей по ЕГЭ. То есть у меня все три ступени задействованы, получается, взрослые, молодые взрослые и дети, подростки. Если мой опыт чем-то поможет кому-то как-то откликнется, то будет очень классно, мне будет приятно жить с этим знанием. Поставили мне эту диану с 24 года, но в 23 я впервые пришла в кабинет психиатра. Я на тот момент уже полгода, наверное, была в терапии с психологом, но в какой-то момент психолог отловила у меня депрессивную симптоматику и сказала, проверься, вот контакт, да, это проверенные психиатрки. Я говорю, хорошо. Вот сходила, мне поставили депрессивный эпизод, вот, умеренной степени тяжести прописали антидепрессанты. Так все и началось. Вот, а потом выяснилось, что у людей с биполярной депрессией есть такое замечательное, не знаю, не замечательное свойство, то есть, что от антидепрессантов выносят в одну из фаз, вот, в маниакальную. И как раз в тот момент, грубо говоря, то есть, что вот вам плохо, вот, вы в депрессии, антидепрессант действует, вам становится лучше, вот, и потом вас выбрасывают вообще вверх, вам становится супер круто, но это уже не что-то здоровое, вот, а что-то аномальное, вот, то есть, и есть как раз вот, ну, не знаю, обычно синусоиды изображают, вот, это всегда, это бар, что вот, грубо говоря, там, вот, это депрессия, вот, там, из нее выход, вот, там, идет гипомания, это такая маленькая, еще не, это не самая жесткая, вот, а потом идет уже мания непосредственно, вот, и этот идет очень весело как-то разгон, то есть, как было на антидепрессантах, вот, что я пила, потом мне увеличили дозировку, потому что там была, то есть, тревожная тоже симптоматика, и да, и в какой-то момент меня вот понесло, понесло, меня уже не замедлял, господи, прописывали мне параллельно аторакс, вот, это антигистамина, которая как транквилизатор используется, вот, то есть, меня он уже перестал замедлять, и в какой-то, ну, и уже начала думать психиатрка о смене диагноза, ну, в этот момент она меня выбесила, я вообще стерла ее номер, выкидала рецепт на таблетки, вот, и решила, что она мне не нужна, потому что мне и так нормально, и как раз в этот момент, когда потом меня к ней вернули спустя три месяца, вот, как она и сказала, говорит, вот, как раз тогда, когда ты перестала пить таблетки, нужно было менять диагноз, ну, вот, я говорю, вспоминаю, да, просто это, вот, ну, то время, что, вот, второе у меня, да, это случился, вот, да, это эпизод, когда у меня перемены в жизни резкие произошли, как бы триггером, что может быть, вот, да, резкие перемены в жизни, вот, то есть, что у меня был очень любимый мной классный проект, коворкинг, кофейня небольшая, это джобс на старый басманный, кстати, можно было бы чисто в теории дойти практически пешком отсюда, да нет, что-то я как-то это преувеличила, не суть, вот, и это было очень здорово и классно и тепло, вот, но пришлось продать, не выгорело там и так далее, в итоге проект закрылся, вот, и нужно было что-то думать дальше, что со своей жизнью делать, вот, и как раз, когда шел медленный процесс закрытия, меня откинуло вот этот депрессивный эпизод сначала, вот, потом меня начало вот так вот наверх, потом начали происходить со мной не очень хорошие вещи, но в смешанной фазе, вот, и потом, вот, выровнялась на какой-то период и потом я поступаю в аспирантуру и закрываю, то есть там, грубо говоря, уже под ключ, вот, проект, и тогда меня, конечно, так это серьезно, вот, подвынесло, вот, было еще пострашнее, чем было вот в первый раз, когда я пришла и мне поставили диагноз, вот, когда я тогда перестала пить таблетки резко и решила, что мне ничего не надо, вот, в те пару месяцев у меня как раз вот начался вот смешанный эпизод, и я там спала очень мало, ну, типа, 3-4 часа мне было нормально, хотя нормальному человеку, вот, меня сейчас это заставь 3-4 часа поспать, вот, тем более под это, под моими лекарствами, вот, я встану просто так вот, думаю, какая господи, вот, не встану, короче, вот, а тогда я вставала и было замечательно, и вот через какое-то время просто начали происходить со мной какие-то, ну, странные вещи, то есть, что шло какое-то переосмысление, думая, что я такое, почему это со мной происходит, я ж тогда, пока мне не поставили диагноз, вот, начинала, в принципе, размышлять, думала, как, как с собой жить-то, почему так сложно, вот, что, с одной стороны, есть какая-то во мне там очень такая сильная, яркая, харизматичная идентичность, есть какая-то очень такая депрессивно сомневающаяся, но тоже креативная какая-то, там, такой депрессивный, но еще и художник, наверное, вот, и есть что-то, какой-то адекватный человек посередине, вот, то есть мне казалось, что есть какие-то, действительно, это, ну, две части, и якобы-то между ними, вот, на тот момент, когда я становлюсь чем-то посередине, вот, вот, и я думала, а как это, как жить-то с этим, как люди с этим живут, что у меня было, говорю, вот, вот, ну, два смешных эпизода, и оба, ну, и они были страшные, второй был страшнее, и мне в оба, ну, и казалось и в том эпизоде, и в этом, что все вокруг драматизируют, вот, я вижу, говорю, мне казалось, да, действительно, что близкие драматизируют, что психологи не драматизируют, вот, что врачи драматизируют, я говорю, ну, да, не очень, я говорю, ну, не настолько ж плохо, потому что во втором смешанном эпизоде, который случился буквально месяца через четыре, там под влиянием внешних обстоятельств, плюс я была не идеальным пациентом на тот момент, и там вообще дошло до того, что психиатр созванивалась со мной по видеосвязи каждые три дня, было бы посмотреть на мое лицо. Звонок как раз, то есть это случался с психиатром тогда, когда я была на парах в аспирантуре, у нас начались потоковые лекции, это был первый курс, и я в перерывах между этими, ну между двумя лекциями, да, такая выходила, вот, у меня такая это, как я это называю, ослепительное сияние маниакала, я очень красивая, очень харизматичная, вот, я там ярко выступала на каждой лекции, вот, потом там, как я говорила, говорю, что вот, говорю, после каждой лекции в перерыве ко мне подходит знакомиться минимум двое мужчин, говорю, я считаю, что это успех, вот, но это может очень, ну и я вызываю еще себя достаточно, то есть это веду в каком-то таком флирте, что ли, вот, да, думаю, как это назвать, хотел сказать, в каком-то сексуальном напоре, нет, вот, мне было так потом стыдно, я когда из эпизода вышла, думаю, господи, Лиза, как ты отвратительно себя вела, типа, в этих рамках академии, ты понимаешь, насколько это было неуместно? В общем, да, у меня появилась, ну, говорю, появилась именно такая, как я называю, суицидальная жвачка в голове, что она постоянно у тебя как-то вот так вот миксуется, вот, было пару эпизодов самоповреждения, вот, то есть, было как-то, да, это, был перформанс с лезвием, при этом я пару раз на ладони, вот, мне почему-то, не знаю, возможно, мне в каком-то маниакальном, не знаю, порыве казалось, что у нас есть эти линии, линии жизни, судьбы, блин, да, и все такое на руке, вот, а я типа хочу свою нарисовать, возможно, у меня что-то такое было, я, если честно, точно себя не помню, вот, то есть, что там такое полуаффективное все-таки состояние, вот, и у меня пару раз было на одной этой же руке при этом, вот, где-то можно разглядеть, вот, я же сама уже не помню, но есть, вот, она немного не похожа на другие, вот, то что было вот это, и я вела себя как-то очень, да, у меня были, ну, такая, в общем, очень, я была какая-то слишком эксцентричная, надрывная, вот, и, опять, вот, да, и вот самоповреждение и мысли, то есть, что я ими делилась. На самом деле, когда мне только поставили, я не особо поняла, мне кажется, вот, что какая-то внутренняя психофобия у меня появилась потом. Вот сначала мне казалось, да, ну, да, бывает такое, ну, прочитала об этом, то есть, то, что там все перевернула, прошерстила, вот, думала, ну, окей, этому дали название, значит, с этим можно, наверное, как-то жить, вот, но потом уже оказывается, что ты думаешь, да, вот, я принял, вот, у меня какие-то есть особенности, мне нужно делать вот эти дела, вот, нужно пить таблетки, вот, мне нужно там ходить на терапию, но через какое-то время, вот, ты чувствуешь себя очень уставшим, вот, от этого всего и думаешь, блин, что выматывающая достаточно вещь, то есть, что сначала, ну, что есть подъемы, есть спады, и при лечении, они, конечно, то есть, ну, очень сглаживаются, вот, но все равно, ты живешь с этой мыслью, то есть, что может быть так, можно сяк, и ты думаешь, господи, через сколько циклов меня это задолбает, вот, вот этих синусойных, вот, поэтому иногда просто хочется, ну, вообще забыть, вот, и отрицать, то есть, грубо говорят, то, что с тобой происходит, вот, но так или иначе, все равно, приходится как-то с этим жить, вот, а вот первая реакция была моя, то есть, что я такая, ага, окей, all right, и мне казалось наоборот, что как-то, наверное, сейчас будет попроще, сейчас вроде как более-менее понятно то, с чем будем делать, вот, это потом уже пошел долгий какой-то процесс, вот, я даже ходила пару раз на группу поддержки для людей из бар, нашла там, ну, их там немного, вот, все время это угорал с друзьями, что я этот, как нанимный алкоголики, вот, что я прихожу, такая, говорю, да, вот там Лиза, у меня бар первого типа, то есть, преимущество смешанными эпизодами, такие, да, привет, вот, и рассказываешь, что ты делишься какими-то штуками, вот, потому что, ну, есть такой, ну, опыт какой-то особый, experience, который, как бы, ну, ну, о котором хочется говорить много, вот, а, не знаю, с теми, кто поймет, вот, а близкие понимают, но они не, ну, они не испытывают тот же опыт, то есть, если у них нету заболевания, вот, а поговорить, грубо говоря, с людьми, которые сталкиваются с похожими проблемами, это как-то, не знаю, круто, вот. И на, в группе, я не так много ходила, несколько раз, меня вдохновила, то есть, это одна фраза, вот, то есть, что я такая, что-то говорю, блин, я говорю, что жизнь, как бы, то есть, это в целом, вот, воспринимается, ну, это какая-то метафора, то есть, это, ну, борьбы, вот, там, добра со злом, там, и так далее, ну, добро – это жизнь, вот, зло – это смерть, если очень грубо, вот, и когда, там, тебе приходит депрессивная симптоматика, вот, приходит злодей, вот, то есть, что приходит это что-то, что тянет тебя вниз к смерти, вот, а ты, как такой это супергерой должен, типа, вот так вот бороться с этим злом, вот, и не давать ему победить, вот, не давать соблазниться, вот, и стремиться к добру, вот, а добро – это жизнь, вот, о всех ее проявлениях. На самом деле, говорю, когда мне только поставили, то есть, я как-то, ну, не знаю, к тому, что мне, как будто, дали какие-то новые вводные данные, что я поняла, что, ну, вот, что происходит, надо вот так с этим обращаться, и мне казалось сначала, думаю, ну, я же это, вот, такая вся эта, умная, психпросвет, сидела, на терапию хожу, думаю, а что это, ну, бывает у людей такие вещи, у тебя бывает, ничего страшного, а потом уже через какое-то время меня вот, ну, нагнало вот это вот, какое-то выгорание, вот, именно когда ты просто читаешь много всего, пытаешься делать много всего, есть куча всяких этих книг самопомощи, это self-help для людей как раз с биполярным расстройством, вот, и там часто описывается очень скучная жизнь, что ты должен, как бы, вести такую жизнь, чтобы не вызывать колебаний, вот, и в какой-то момент ты думаешь, господи, я не хочу так скучно жить, хочу жить весело, вот, а жить весело часто означает раскачки в какую-то, то в одну, то в другую сторону, вот, то что, не знаю, возможно, я опять же не отвечаю на вопрос, но, говорю, сначала было, то есть плюс-минус, мне казалось, что я легко присвоила, то есть, себе этот ярлык, вот, вначале такая, вот, вот таблетки, вот терапия, вот идентичность у меня какая-то новая, вот, можно с кем-то делиться такими, это, жуткими, смешными киджовыми историями, вот, и связывать их с определенным ярлыком, маркером, вот, а потом, говорю, меня, вот, ну, это нагнало, то есть, что когда ты с этим начинаешь жить долго, то есть, когда, ну, ну, как долго, у меня, вот, сколько с этим живу, получается, четвертый год, вот, через какой-то момент уже, это, радость узнавания, вот, медовый месяц с твоим этим диагнозом заканчивается, вот, и ты такой, господи, вот, мне с этой уродливой женщиной жить всю жизнь, вот, в какой-то момент я уже стала понимать, что что-то не то происходит, вот, когда у меня была гипомания, мне казалось, что я выздоровела, ощущение замечательно, вот, что вообще вот-вот там, типа, и просветление, вот, я сейчас перестану пить таблетки, не знаю, зачем мне, хочет, это хотят вводить еще этот, в схему, вот, этот, вот, нейролептик, зачем это мне нужно, думала, я вообще хотела, там, бросить пить таблетки, мне казалось, что я излечилась, все было замечательно, но когда я их перестала пить, вот, тогда мне стало реально очень плохо, и я поняла, что что-то не так, вот, мне было, ну, прям, не очень, но мне не хотелось, ну, мне не хотелось возвращаться как-то к лечению, потому что, наверное, не хотелось чувствовать себя больной, вот, наверное, так, у меня, в принципе, периодически эта мысль, то есть такая, ну, как усталость, типа, выгорание, то есть такой, это вот болезнь, такой, блин, типа, а можно я проснусь и вообще, ну, не буду помнить, вот так вот эту ладошку хлопнуть, да, то и что, и чтоб этого не было, вот, потому что это ряд нюансов, на самом деле, ну, скрывать достаточно сложно, ну, именно в острой какой-то фазе, вот, если человек с тобой находится, ну, достаточно часто, вот, и долго, вот, то скрывать как-то долго не получится, вот, то есть это можно, если ты видишься с человеком, то есть, там, периодически, там, не знаю, на работе, там, 6-8 часов в день, еще как-то есть свои какие-то эти маскировочные механизмы, которые, к слову, отнимают очень много ресурсов в итоге, вот, а как-то с тем, с кем проводишь очень много времени, да, очень сложно скрывать, ну, кстати, да, что, что знакомые, как бы, что партнеры, в принципе, отнеслись к этому нормально, единственное, сначала все испугались, вот, то есть первый раз было как-то всем страшновато, не, ну, был, ну, именно вот в смешанном эпизоде, то есть, когда мне поставили вот, ну, это диагноз, грубо говоря, то есть, вот эти вот времена, вот, всем было страшновато, и поэтому как-то и не особо хотелось думать, что это связано, там, с ментальным заболеванием, вот, то есть, что у меня один близкий друг действительно как-то, помню, очень этой вещи испугался, как-то, не знаю, расстроил меня тогда своей реакцией, потому что, ну, в принципе, люди очень ранимые, то есть, вот, в таком состоянии, и потом, уже в следующий раз он такой так, он такой говорит, все, я больше это, не придам твое доверие, больше не буду, типа, говорить всякую, всякую ерунду, я больше не буду бояться, вот, я вообще это спокойный человек, можешь говорить, вообще мне все, что угодно, там, и так далее, вот, что очень страшно, то есть, слушать какие-то вещи, бывает. Ну, вот, да, он доказал свою надежность в этом плане, и теперь он одной из моих доверенных лиц у психиатра, то есть, это одна, кстати, часть моей вот этой вот всей рутины, которая поддерживает меня, грубо говоря, в нормальном рабочем состоянии, вот, и мой младший брат недавно сказал это, вот, что, он такой, блин, говорит, до того, пока я как-то не стал близко общаться с девушкой тоже, как бы это с ментальным заболеванием, вот, там, мне помни, у меня депрессия просто, да, да, рекуррентная, вот, и он говорит, ты, я не понимал, то есть, что как много ты делаешь на самом деле, и как мало ты напрягаешь наши мозги и ресурсы, вот, это близко для того, чтобы, то есть, оставаться в норме, он такой, я не осознавал, типа, какая ты крутая, и как много всего делаешь, вот, и я такая, спасибо, что входит в эту рутину, грубо говоря, вот, я говорю, что, ну, таблетки, понятное дело, психотерапия, вот, поддерживающая у меня раз в две недели, в идеале раз в три месяца появляться у психиатра, вот, там, посвятить лицом, обновить рецепт, доверен, есть у меня несколько доверенных лиц, у которых есть телефон моего психиатра, который, как раз, если они видят, что происходит какая-то, вообще, то есть, со мной полная ерунда, вот, и я, там, перестаю пить таблетки, не хожу на терапию, там, и так далее, вот, они звонят ей, вот, пока вроде такого не было ни разу, но на всякий случай, то есть, что они могут позвонить психиатрке и рассказать, что происходит, и потом как-то все как мстители объединиться, типа, вот, и решить, что со мной делать. Вот, так что есть, да, такое-то ядро, да, это медикаментозная терапия, психотерапия, доверенные лица, небольшие элементы, наверное, когнитивно-поведенческой терапии, то есть, с точки зрения, что дневник настроения обязательно нужно вести, вот, и, ну, я пишу, то есть, это тексты, периодически, если, там, мне хочется поместить какое-то, ну, переживание или, там, просто забавно-страшную историю, вот, то есть, я пишу как-то в творчестве, то есть, нахожу этот выход, вот, немножко этому и стараюсь распределять немного нагрузку, то есть, по всякой какой-то, вот, ну, что хочется поговорить, пожаловаться, вот, какие-то, там, не знаю, не очень приятные вещи, вот, то есть, порассказывать людям, которые могут отнять, там, у них ресурс, там, и так далее, что я, как сказала недавно другу, я говорю, я говорю, если есть конструктив, вот, я говорю, если каждый, грубо говоря, вот у меня сейчас вот так, я говорю, если это повторяется изо дня в день, типа, зачем мне тебе об этом рассказывать, ничего не поменялось, вот, я говорю, если что-то меняется, вот, я говорю, вот, а так, то есть, что, например, одному с одним, у меня вот такая договоренность, не знаю, другие знакомые, я, там, с ними общаюсь редко, вот, это, ну, но могу, там, вот, не знаю, раз в сто лет написать, думаю, блин, вот такое со мной происходит, представляешь, типа, вот, а как у тебя дела, то, что, как-то распределять нагрузку, вот, между людьми, вот, и все, как-то так, все, ты великолепен, вот, вроде бы никто, никто не перегружен, вот, у тебя кукушка на месте осталась, вот, вот, я говорю, был один случай, когда друг меня испугался просто, вот, по сути, и, да, то есть, что сказал какую-то очень обесценивающую штуку, вот, то есть, по поводу салфхарма, вот, и я такая, блин, ну, не буду ничего больше сказать, если было так неприятно, вот, что, ну, ты, как бы делишься, типа, своим опытом, например, то есть, что, вот, там, прикинь, у меня это, эпизод о самоповреждении произошел, прикинь, вот так вот, и, не знаю, в ответ тебе отвечает такой, блин, говорит, ну, что ты делаешь это для показухи, типа, или зачем это тебе, ну, я не помню точно контекст, мне было так обидно тогда, такая, я говорю, господи, ну, а чем ты так, ну, чем ты так говоришь, больше не буду ничего говорить, и все, говорит, вот, но, он и говорил это из страха, вот, то есть, не хотел, потому что, то есть, это, ну, признавать как раз, что это какая-то серьезная проблема, думал, да, вот, что это не значит, мне в голову сбрело на секунду, так произошло, вот, а потом он опытом наученный, уже все поставили диагноз, разобрались, он сказал, все, теперь я не буду бояться, вот, и, как я сказала, теперь он является одним из моих доверенных лиц, вот, которого я могу держать, типа, ну, именно в курсе какой-то вот, ну, подобной штуки. На работе очень это сказывается плавающая работоспособность, вот, грубо говоря, то есть, даже когда, ну, есть это, ну, лечение, там, все дела, все равно какие-то микроколебания это присутствует, и есть какие-то особенности того, как твой мозг привык заниматься, там, творческой, нетворческой деятельностью, вот, и ты можешь проснуться вообще в каком-то, ну, не знаю, то есть, ты просыпаешься, у тебя в голове обезьянка играет в тарелочки, а тебе нужно сделать, ну, какую-то сложную интеллектуальную работу, вот, ты сидишь просто, там, ну, не знаю, мучаешься с ней, мучаешься, мучаешься, вот, а потом, бац, и сделал ее за два часа, как-то тебе так это, вот, комфортнее стало, и все, вот, и это, ну, планировать бывает сложно, вот, то есть, что, ну, вот, именно часто очень в планировании, и в зависимости от этого какие-то дальше могут быть нюансы, опять же, в рабочем пространстве, учитывая то, например, что на работе я как-то ни в академии, ни в скиллбоксе не афишировала, вот, возможно, ребята, конечно, увидят это в рекомендациях, это видео и узнают, да, это приветствую своих коллег, вот, но как-то это тому, что может пару дней, там, меня, там, вниз отбросить, вот, и очень падает концентрация у меня первая, то есть, что, и, короче, вот, и как-то я плохо работаю пару дней, и мне самое противно от того, что я плохо работаю, вот, то есть, потому что мне нужно заниматься в этот момент той работой, то есть, которая у меня не получается в таком состоянии, ну, и плюс в работе бывает сложновато в какие-то моменты, если тебе нужно, там, ходить в офис, например, ну, проводить это время с людьми, вот, то в депрессивной симптоматике, типа, как-то очень, ну, тяжело отдаются взаимодействия с людьми и на то, чтобы показывать то, что с тобой все в порядке, вот, ну, ну, нужен какой-то ресурс, вот, плюс постоянно такой этот, из-за того, что не знают на работе у меня какой-то синдром, это самозванцы, то есть, про это проявляется, что я такая, блин, думаю, они догадаются, думаю, вот сейчас они точно поймут, вот, думаю, сейчас они точно поймут, вот, да, и подумают, вот, вот она, вот она клунесса, то есть, вот она что, почему, вот что она косячит, вот, мы так не хотели, да, когда мы на работу ее брали, мы не рассчитывали, вот, ну, короче, вот так как-то, да, очень, не знаю, я очень боюсь до сих пор попасть в стационар, вот, это один из главных, то есть, это моих страхов, то есть, то, что связано, вот, я очень боюсь, тут уже, как бы, я этот страх практически преодолела, что узнают на работе, вот, то есть, и, грубо говоря, ну, если не уволят, то что-то, что-то произойдет, в той же академии, например, то есть, ты переносишь справку из психдиспансера раз в год, вот, слава богу, если ты работаешь в офисе, тебя с этого не требуют, но, как я люблю говорить, найдут, почему придраться, если захотят, вот, и как-то тебя стигматизируют, то есть, что пугает, что стигматизация, как бы, на работе, вот, то есть, то, что тебя будут оценивать, то есть, это через эту призму, то есть, что, с другой стороны, ну, страшновато, вот, то есть, что это как-то, ну, если на работе узнать, страшно еще в том числе, потому что на тебя будут смотреть через, теперь через призму твоего расстройства, ты сам-то Ты на себя изначально смотришь через призму своего расстройства, когда тебе ставят диагноз, ты такой, о боже, это объясняет очень много в моей жизни. А потом ты сидишь и думаешь, блин, а был ли я здесь, то есть все мои достижения и так далее, был ли это я или это просто была череда этих гипоманиакальных эпизодов. Я мечтаю делать какие-то крутые, значимые вещи именно в области образования и просвещения. Поэтому я сегодня здесь, и это для меня очень важно, что хочется именно делать какое-то образование будущего, которое сможет как раз, не знаю, людей что ли таким образом социализировать, то есть дать им ориентир в нашем неустойчивом мире, чтобы они могли чувствовать себя значимыми, то, что они делают, что-то классное, и хорошо себя знать и чувствовать счастливыми, потому что очень много все-таки зависит, действительно, самоощущение и от работы, от того, чем занимаешься, большую часть людей своего дня, и поэтому я и считаю, что образование – это суперважно, во-первых, с точки зрения комфортного самоощущения человека на рабочем месте, плюс с точки зрения вообще формирования, то есть это мировоззрение, познание себя там и так далее, то есть что хочется, да, как можно больше, я не знаю, как можно больше людей сделать счастливее, то есть тем способом, который у меня получается, вот, то, что какая-то такая очень расплывчатая, вот, мечта, вот, высокая. Субтитры создавал DimaTorzok